Девушки отдыхают 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 тех детей, которые здесь погибли. Когда думаешь о невинно убиенных, то задаешь себе вопрос, а Господь-то Иисус Христос ведь тоже был невинно убиенный? Ведь Он пришел, проповедовал любовь, мир, исцелял, сотворил чудеса, а Его взяли и распяли. За что? Ни за что. И вот эта жертва Спасителя, которая прославляется Церковью, прославляется множеством народов, мы поклоняемся изображению Креста Господня, как символ этой невинной жертвы. Вот все эти невинные дети, которые здесь погибли, они как бы повторили крестный путь и крестную жертву Спасителя. Они тоже ни в чем не были неповинны, а их убили, так как и убили Спасителя ни в чем неповинного. И поэтому, конечно, они все сегодня у Бога. Они наши молитвенники, ходатые, они молятся, конечно, за своих родителей, за своих родных, близких, а, наверное, и за всю нашу страну. Но мы должны вспоминать их в своих молитвах, просить, чтобы их святые имена хранились в памяти нашего народа. Еще раз выражаю глубочайшее соболезнование всем тем родным и близким, тех, кто более всего был уязвлен, убит этим страшным событием, потрясен этим событием. Пусть Господь дает вам силы, а всем нам понимание того, что человеческое зло не имеет границ. И все начинается с небольшого, с маленьких преступлений. Ведь не родились преступниками те, кто здесь сотворил эту страшную казнь. Они стали преступниками. Вот для того, чтобы в нашей стране невозможно было человеку стать преступником, убийцей, многое нужно сделать. И как патриарх я убежден, что в первую очередь нам нужно стать сильными в вере. Если мы живем с Богом, то это не значит, что мы будем застрахованы от болезней, потрясений. Но это значит, что у нас всегда будет сила Духа преодолевать это. И это значит, что связь нашего народа с Господом не прерывается ни при каких обстоятельствах, если каждое последующее поколение людей будет укрепляться в вере и жить по вере. Уверен, что мы именно так можем преобразовать жизнь всего нашего народа. Ну а память о невинно убиенных, о распитых здесь детях, пусть хранится в нашей молитвенной памяти, памяти церкви, памяти всего народа. Ну а сейчас совершим заупокойное богослужие. Песня. 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 Вечная память Невозможно найти правильные слова для какого-то утешения. Только единственное, что мы, как верующие люди, знаем, что с окончанием этой земной жизни, жизнь не кончается. Если бы она кончалась этой жизнью, полная бессмыслица. Во всем. Во всем. Вне зависимости. 10 лет прожил человек 15 или 100. Смысла нету, потому что так много скорбей, войн, разрушений. Объяснить невозможно. Можно смысл человеческого существования объяснить только тем, что там есть другая жизнь. И мы созидаем ту жизнь в своих сердцах, находясь здесь, на этой земле. Вам всем терпения, милости Божией, спокойствия душевного. И как пастырь могу вам сказать, что самая большая сила, которая способна как-то успокоить человека, это сила молитвы. Потому что через молитву вы с ними соединяетесь. Вот через что так не соединяетесь, как через молитву, когда вы их поминаете, когда вы молитесь за них. Вот они с вами. Помогаю вам всем, Господь, дорогие. Помощи Божьей вам. Храни вас, Господь. Очень важно для меня было вот идти сюда, на это место. Вот так. Не сохранится в сердцах россиян молитвенное памятование о безвинно убиенных детях, о мужественных воинах, спасавших заложников и о всех, кто силы и жизнь свою положил, чтобы избавить как пострадавших от преступного террористического акта, так и тех, кто иными способами и средствами в конце концов победил безумие того страшного и кровавого явления, которое бросило вызов самому существованию России. Спасибо. 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 Спасибо.